Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как абсолютно любой человек может преодолеть абсолютно любой стыд навсегда. Главное правило гласит, нужно по чуть-чуть позориться. Несмотря на свою кажущуюся издевательскую легкость, это правило очень эффективно, и более того, это абсолютно единственное средство, при помощи которого вы можете преодолеть стыд. Потому что стыд точно так же, как и страх, не знаю, к сожалению или к счастью, но можно только преодолеть. Что значит это правило? По чуть-чуть это значит, что вы позоритесь именно в такой степени, в которой вы сами можете это терпеть, а позориться это значит каждый раз, когда у вас есть выбор делать то, что вам стыдно, или избегать делать выбор в пользу именно того, чтобы сделать это. Этот метод, между прочим, обладает доказанной эффективностью, и в психотерапии он называется терапевтическая экспозиция. Его смысл заключается в том, что если вы делаете, делаете и делаете много-много раз что-то, то постепенно вы становитесь нечувствительны и невосприимчивы к этой эмоции. И точно так же происходит такая ситуация, что пока вы делаете именно то, что вам стыдно, у вас разрывается условный рефлекс между мыслью, которая у вас есть в голове, что если я сделаю это, то случится что-то ужасное, и эмоции стыда, которые в этот момент возникают. Давайте я вам приведу пример, чтобы было более понятно. Если вы боитесь петь при людях, то вам нужно брать и петь при людях. Именно столько, сколько вы еще можете пыкать и петь. У вас должно возникать как бы легкое ощущение стыда для других людей, возможно, даже незаметное. Что будет, кстати, происходить с другими людьми в этот момент? Другие люди будут вообще или не замечать того, что вы это делаете, или они будут реагировать на это одобрительно. То есть именно за счет того, что вы будете так тренироваться и проводить такой эксперимент в реальных обстоятельствах, вы убедитесь именно в том, что ваш стыд необоснован, и на самом деле вас никто не отвергает, не спиется над вами, и критично на вас не реагирует. Если вы мне не верите, я вам могу привести доказательства. Провели эксперимент однажды, который заключался в том, что человека в футболке с очень-очень дурацкой надписью просили зайти в помещение, где сидит много людей. И у человека перед началом эксперимента спрашивали, как вы думаете, какое количество людей обратит внимание на вашу надпись? И все говорили, ну, наверное, 70. И в итоге выяснялось, что максимум 14% людей обращали на это внимание. Нам всем на самом деле настолько пофиг друг на друга, мы все обращаем внимание только на себя, и мы думаем только о себе. Следующий пример. Если вы боитесь посмотреть в глаза девушке, которая вам нравится, не знаю, там, на улице или в коридоре института, в следующий раз, когда пройдете мимо нее, посмотрите ей в глаза. Если вы боитесь высказывать свое мнение, старайтесь высказывать его как можно чаще, как можно чаще. Сначала по одной фразочке, потом по две, потом по три. Если вы стесняетесь пойти на пляж, потому что вам не нравится, как ваше тело выглядит в купальнике, вы находите у себя какие-то проблемные зоны, и вы собираетесь от этого отказаться, то вам нужно обязательно поехать на пляж. Если вы стутитесь ходить без макияжа, вам нужно попробовать походить без макияжа. Самое тяжелое это начать. Когда вы начнете, у вас может возникнуть ощущение, что вы прыгаете в омут с головой, но оно пройдет, как только вы сделаете даже самую-самую первую, самую легкую тренировку. Это очень эффективный метод. Он уже помог огромному количеству моих друзей и знакомых, которые начали по чуть-чуть позориться и с удивлением обнаружили, что можно было это раньше делать, и ничего страшного в их жизни не происходит. И очень многие люди уже стали гораздо более уверенными в себе, легкими и раскрепощенными именно за счет этого метода. Так что я вам рекомендую его обязательно попробовать и проверить его эффективность на практике. Всем пока!